здравствуйте уходящие баночки в камеру смотрю пустой квартиры или так пустые баночки уходящие квартиры апрельские пустые баночки не знаю может быть еще будут пустые баночки нужно другой квартире да вот у меня тут кровати не стало вторую ночь я ночую в третьей комнате на диване так удобно мягко хорошо у меня прям было такое желание поночевать на том диване до того как я отсюда уеду и вот случилось в общем что я сейчас пока вот у меня пакетик такой пакетик а тут вылезает шампунь у меня тут еще есть не совсем пустая баночка но так как нет еще несколько дней бытовать я думаю что она уже будет пустой в общем такой замечательный гель от и фраше от лены которая минск стере москва чё это у нас такое жардан демонт бодрящий гель для душа испанский гранат в общем очень мне нравится испанский гранат сделан конечно уже в россии под контролем франции 12 месяцев после вскрытия 200 миллилитров но хороший такой гель для душа я хотела вообще с ним еще и пену для ванн сделать но у меня случились технические проблемы и пену для ванн пока не сделать но может быть когда-нибудь другой раз или мне кто подарит или сама себе куплю я сделаю себе пену для ванн из этого ну не совсем полностью но частично из этого геля он тут написано без парамена без понятия как насчет на самом деле в общем удобная крышечка хрен откроешь но если постараться то откроешь запах классный вот этим самым гранатом можно на эту крышечку перевернуть и поставить он будет стоять ровно вам то не видно он слегка видать мокрый у меня есть волшебная шмотка в которой я раньше рисовала если у меня были руки грязные я в нее вытирала и руки кисточки специально такая рабочая волшебная шмотка для рисунка когда-то она была нормальная шмотка я в ней ходила она называется чем у меня практически закончилась набор применения осталась маска потом моему я про нее говорил в последнем стриме это у нас что это у нас такое нутритив вежиталь восстанавливающая маска для лица интенсивное питание 75 миллилитров год с лишним назад можно сказать наружу год почти полтора года назад когда я делала заказ на и фраше на свое дыре или там на день этот новый год ну по какому-то короче бланку имененному год назад в 2017 мне пришла в подарок заставкой на дом то можно было выбрать что-нибудь такое подарок конкретно я выбрал эту маску мне пришла на в подарок и половину маски я истратил исключительно на лицо потом какой-то момент получилось так что может быть как-то не совпадало с погодой и вот и надо было все-таки наносить ее не за полчаса до выхода на улицу может часа 24 у меня как-то жирнилась она и я что-то так про нее забыла забросила но вообще классная маска хорошо увлажняла увлажняла увлажняет и как-то однажды я у меня стоял слева по борту один тюбик крема для лица другой тюбик с этой маской я как раз и поставила напомнила чтобы вот стоит у тебя маска за пользу ее для лица люля и по ошибке открыла нанесла и когда вот уже прошло минут пять я поняла что что-то мне не то какой-то ну вроде крем не крем кстати рукам было очень классно это хорошо увлажняет кожу рук особенно сухую когда он совсем сухая кожа рук и не очень сухую тоже хорошо увлажняет в общем что у нас не надо сделать наносить маску на кожу лица два раза в неделю избегать попадания на конкуртуру глаз и оставить на пять минут для вы его действия остатки у дать маски удалить с помощью ватного диска я что-то иногда бывало я ее наношу потом смывали забываю что можно просто лишнее убрать и на руки тоже пару раз так делала потом вспомнила что но можно бы прочитать что там написано хоть это и для лица короче вот последнее время у меня как раз еще крем тут закончился а новый открывать как-то я не стала как-то думаю уже практически точнее все было запаковано на тот момент и я короче вот этой маской делаю руки очень хорошо влияет на ногти и на кожу рук в общем если вас вдруг будет дофига масок и вот эта маска попутно можете и стратить ее на руки очень классная маска реально осталось на пару раз сейчас я даже выдавлю я забыла что тут крышечка не откручивается может и не выдавлю а нет выдавилась в общем вот такое вот белое обычное и она конечно я так как обычный крем сначала расхреначиваю его по ладоням а потом уже мажу а это то очень густая до такого расхреначивания можно сразу мазать можно каждый пальчик вот так протереть вдруг кому-нибудь интересно то меня как-то спрашивали попросили показать на камеру как я мою голову не представляю как это вот показать типа движение а вот руки вот смотрите вот так вот вот так вот вот так вот все впиталось можно конечно для интереса ради 5 минут еще ничего не делать там посмотрите какой аниме еще чего-нибудь посмотрите там какую-нибудь аленку снегиреву посмотрите то бишь собянину да снегиреву что-то я слегка перепутала какая у нее там сейчас главная фамилия короче канал собственно посмотрите какой нибудь видос у нее там крайне был про ивангарца и в общем оно у вас посохнет впитается и вообще будет супер тут у меня такая не совсем пустая баночка получилось вот только что буквально может минут двадцать назад доделала я эти маски вообще доделала у меня две маски доделались когда-то там не знаю когда еще оставалось две в общем я думаю ну чё бы и нет у меня тут что-то из-за нервяка и вот этих всех бегать не вот это и вот это вас стресс у меня чуть кожа такая под глазами была сушенная на щеках тоже я это 11 сделала маску слушайте так надолго хватает эффектом и сегодня я решила но мне не то чтобы сильно сухая но как-то она не особо была я еще вчера помирала очередной раз не знаю от чего есть не хотелось но помирать хотелось в общем это у нас доктор молитом отсылка к видосу моя азиатская косметика как-то так по моему называется мне даже родня смотрела некромная родня смотрела тот видос и на один на продукт на два даже один уже закончился другой еще нет один даже уже был каких-то пусты баночка короче на один продукт они на конкретно они даже ой типа ого где вот это можно купить вот чё это такое сейчас даже покажу чё это такое очень такое вот оно чё это такое ой-ой-ой-ой-ой щек упадет короче говоря задарил мне это счастье вместе с тем счастьем товарищ влад который у меня в крайних ну вообще последних или практически во всех стримах он отвечает на вопросы знает можно сказать практически все что нужно знать относительно меня потому что есть какие-то конкретные вопросы на которые вот уже растойко задает там даже даже лад уже их знает короче прикольный мужик влад который уверяет что ему 17 лет когда он бывает в стриме и вот он мне уже засылал шоколадки всякие вкусные чай всякий китайский из китая вот это вот тоже счастье кстати прикольно я вообще очень удивилась что мужчина как бы не женщина и при этом знает что-то больше чем я вот во всей этой косметике я конечно не бьюти блогер но я как-то не в курсе было вот этих вообще там маска была еще вот такая тряпочка короче вот это сама маска там каждый был четыре вот таких пакетиков маска тряпочка я ими очень сложно не умею пользоваться не очень я их люблю потому что видимо не умею пользоваться в общем тут был первый раз то и мне даже потом объясняла как-то девочка подписчица и влад еще сказал в общем была вот такая хренатень поверх нее вот такая вот уже тряпочка и оказалось чтобы нормально на лице это было очки можно было одеть и видеть но у меня все равно как то получается один глаз прищуривается вот этот вот а другим я вижу как бы я ровно не наносила еще он опять этот нос загнулся и у меня не всегда вспоминала что надо отогнуть вот этот нос короче вот это морда лица поверх нее вот эта тряпочка и надо было эту тряпочку снять и прямо на лицо нанести я первый раз то я насобачила вместе вот с этой фигней я так как-то не в курсе было что еще такие фигни бывают отдельными обычно мне попадались просто тряпочки такие без всяких вот этих фигней в дырочку короче крутая прикольная маска если где увидите то я вам советую мокренькая такая мне как-то азиатскую или китайскую или японскую маску уж не помню короче какую-то азиатскую маску мне присылала моя подружка из питера дочка маминой подруги короче семейные такие друзья скажем так там что-то было с улиткой вот она также примерно засобачилась просто она была при этом тряпочкой и вот кстати то что остается там она настолько хорошо пропитана мне кажется еще на второе лицо бы хватило этого всего питания потому что она еще влажная остается даже там 5 или 10 минут или 15 продержать все равно что влажная остается когда я снимала у меня такой вот жидкость какая-то осталась я ее на руки нанесла тоже хорошо так увлажняют руки короче вот конкретно первая пустая баночка уходящей квартиры так закончился у меня шампунь от лёльки из тюмени подписчица который дарила мне кажется его в подарок на день варенья уж две посылки от него было но я вот не помню какой из них там уж один шампунь почему-то не подошел хотя мне очень нравился в свое время так лет десять назад может я им пользовалась этот у нас этим я тоже подобной маркой одно время давно пользовалась еще до того как начала и фрошами заниматься горин мамами и прочее для нормальных ожирных волос 7 трав шампунь укрепляет волосы от корней до самых кончиков дает волосам свежесть и естественный объем кстати очень классный шампунь правда первые два применения но у меня как-то ну не очень пошло но были какие-то но не очень такие не то что они пышные но как-то странно так я думаю надо дать ему шанс тому шампе шампу я все-таки дала шанс до середины флакона и ничего не вышло а тут думаю ну вдруг чего и на третий раз уже так нормально вот реально пышные такие волосы я последние несколько дней вот у меня было такое ощущение что если расчесать утром то они еще будут нормально но мне приходилось там где-то бегать и надо было чтобы волосы все-таки были как-то нормальные до конца дня и я эксперимент не стала ставить тупо просто не то чтобы некогда было по рассеянности может я потом наверно себе такой шампунь приобрету и попробую уже вот так вот раз два дня и мы как посмотрю как получится без силикона ну да и тут состав вполне приличный тут короче где-то чуть ли не сначала идут всякие масла и травы 380 миллилитров 12 месяцев после вскрытия круч классный шампунь спасибо лёльке за возможность попробовать снова я что-то уже давно не обращала внимание на все вот эти марки которые во всяких там сетевых магазинах типа магнит дикси и прочее продаются ну и всем советую такой шампунь для жирных волос для тонких жирных волос типа лёлиных очень даже хорошо подошел у меня закончился уже снятый с грин мамы я когда-то покупала 2 2 штуки уже не помню на зоне нет ни на зоне на грин маме по-моему на покупала короче я один помню задарил своей тети потому что он ей очень нравится а другой я оставила себе вот он наконец-то у меня частично закончился практически закончился и мылась а летом очень хорошо что я говорю может люди то не видят это грин мама смешающий гель для душа эвкалит и мята 250 миллилитров короче говоря вот на озоне не знаю как сейчас ну месяца три назад еще были маленькие такие по 50 миллилитров попадались что у меня чешется спинка лопатка или как это короче какая-то часть спины у меня чешется сзади хотя спина сзади есть да в общем очень классный гель для душа летом если жара вот так даже утром надо рано подняться жарище такая вот помылся под этим гелем вот лучше всякого кофе чего угодно бодрить так вообще отлично на весь день ну тем кто любит мяту эвкалиптом тоже в общем классно пену для ванна хорошо держит в общем последний у меня где-то оставалось вот столько наверное может она не знаю одна пятая наверное и я последний момент ее вот чисто по чуть-чуть добавляла в разную пену для ванн себе или в разную ванну там с какой-нибудь травой чисто в общем очень классная вещь хоть у него срок закончился в марте этого года но обычно грин мама для таких раньше для своих таких гелей для душа вообще сред давала срок с запасом как они говорили ну действительно я даже пользовалась раньше там какая-то маска для лица там спустя полгода она еще нормального консистенции была там не пасла ничего тут после вскрытия типа четыре месяца но он у меня где-то год был наверное после вскрытия в общем очень классный гель для душа жалко что они его сняли с производства не знаю по какой причине и вообще как и странно не вы сняли потому что на озоне допустим та же самая грин мама продается у меня не то чтобы закончился тут где-то ну одна четверть может осталось он загустел вот у аленки я видела в каком-то обзоре вот она кстати дарила этот фаберлик анти аж короче антивозрастное средство для ногтей гладкость и блеск не знаю каким местом оно антивозрастное для каких ногтей может быть там лет шестьдесят семьдесят восемьдесят девяносто 100 ногти как-то меняются вот мне 34 у меня ногти вполне нормально в состоянии но к смысле морщинками эти ногти не покрылись не знаю в чем прикол в общем вот оно у меня семь дней на ногтях держалось не скалываясь не смываясь и тому подобное вот вообще удивительно причем у меня на ногтях даже какой-нибудь супер лечебный лак больше суток не держится короче говоря я его использовала основном как основу под этот какой-нибудь лак цветной не знаю что он там выравнивает но допустим по крайней мере краска на ногтях в ногти не въедается потому что уже этим покрыто он такой свет золорозовый иногда я его носила просто вот как говорила что неделю он у меня держался просто как типа питательный лак он загустел и стал очень плохо наноситься и я что-то как-то решила что наверное его надо выкинуть и вообще из-за того что он загустел он даже крышечку стала с очень силой открыть ну в общем вот такая вот кисточка удобный хороший лак был и учитывая что с фаберлика у меня как-то дружбы не получилось вот этот мне понравился я может быть даже как-нибудь рискну здоровьем у Аленки скажу такой уже не в подарок а чисто себе у меня за ну в смысле чисто уже как покупка у меня закончилось не поверите тут вообще что-то еще осталось а что мне до этого не выплескивалось выплесну сегодня остатки короче Сорик Сир Буа Сенсуэль это ифроше который мне Лена из Минска-Москвы подарила когда вот она мне спрашивала я сижу на работе тогда еще она мне спрашивала какой тебе конкретно нравится я говорю вот такой и когда открывала посылку там по-моему на видео до сих пор в смысле на видео вроде как это есть что я там скрикнула оттуда удивление вообще офигение очень так приятно было получить вот это вот именно вот то что нравится как неожиданно и совершенно и что-то он меня так быстро ушел в последние дни на себя его просто выпрыскивало ну есть такое поверье что если человеку духе очень нравится вот именно то что надо то человек может на себя до хрена вылить вот тот самый вариант тут еще осталось но интересно оно почему-то не выпрыскивается а не вот что-то преснулось я как раз сегодня ничем не душилась сейчас я это запрыскаю жалко совсем не выпрыскивается поэтому ну я потом собираюсь как раз у меня сначала поход на палеотеку потом поход делать интернет заявку оставлять не знаю сколько это вообще продлится и поход уже мыть окно в комнатке и я наверно все таки сделаю ну вообще обзор этой комнаты в квартирке будет чуть позже потому что частичный ремонт будет продолжаться когда буду уже жить в общем но сделаю это может быть частичный обзор может уже когда полностью все готово сделаю полностью в общем у меня закончилась жидкость до снятия лака 125 мл новая ритуаль новая заряка я вообще как-то не обращала внимание что это и есть новая заряка мне кто-то писал про новую зарю я удивилась что вообще такое еще есть что она вообще 12 месяцев после вскрытия вот лаки с блестками не очень хорошо удалял ну надо было очень сильно стараться а так все остальные лаки хорошо удалял покупала в нашем магнит косметик который в угличе открылся когда-то там ну и да она тут это мягкая парфюмерная жидкая для снятия лака с ацетоном конечно же я чуть не помню сколько она стоила ну сколько то стоило вроде не особо сильно дорого и по-моему я такую видела в обзоре валенки поэтому когда я ее увидела в магазине очень она знакомая думаю надо ее и взять как раз у меня был момент когда жидкая для снятия лака приказывала долго жить потому что это такое круглое а вот что это такое круглое опять отсылка к раннему видела Аленке ну может у нее конечно уже что-то вышло ну утрен я смотрела еще не было короче у нее был обзор какого-то заказа в Эйвен и там вот была вот эта пена для ванны и даже камен доставила эту пену для ванн мне дарила подруга моей мамы кажется на день рождения пена для ванн без 50 миллилитров Эйвен скорее всего новогодняя наверное лимитка какая-нибудь красные ягоды красные ягоды но это была какая-то серия в свое время в общем но оно было такое красное приятное не то что сладкое но вот сейчас уже чуть уловимо но до этого пахло где-то в основе ванилькой ну может какими-то ягодами ванили ну какой-нибудь клюквой там брусникой ну чисто конкретно такой ванилькой она у меня ушла в пену для ванн я пару раз и даже помылась как гель для душа классная такая пена для ванн мне очень нравится ивановские пены для ванн хорошая пена для ванн в смысле много пены в ванне где-то вот чисто как на пену для ванн где-то на 5 наверное ванн у меня ее было и еще как гель для душа ее порой использовала в общем классная пена для ванн если любите пены для ванн то я вам советую у меня закончился не то чтобы закончился вот он отвалился это вообще лак который был у Аленки и она мне по-моему год назад его дала чисто чтобы ей было тупо желто выкидывать а мне вроде как цвет понравился он на ногтях держится от силы часа три максимум два ну где-то так в общем тут вроде он даже еще остался у меня часто с ним был вот такой момент но тут последний момент тут как-то так стал что он у меня уже как бы я ее не одевала обратно она у меня уже полноценным не становилось и он по-моему этот лак на ногтях который у меня был когда он у меня был на ногтях видео он нравился по линии забыла фамилию ну и в общем вот я решила что он наверное хочет быть пустой баночкой у меня не то чтобы закончился он стал почему-то намного дольше сохнуть чуть ли не минут десять и не очень хорошо наноситься это лак лук лук космополит литен арома ретто он пахнет клубничкой мне он попался в первой поменяшке от насти зарезкой ссылку оставлю в инфобоксе на ее канал так же как ссылку на аленку на влада не оставлю у него нет канала и так то вроде удобно так все и до сих пор пахнет слегка этой клубничкой и крышечка удобная вот так открывать но вот он как то не очень стал я подумала что наверное он тоже хочет выброситься у меня тут уже три лака четвертый лак этот лак я покупала еще с Женькой за 30 рублей все бы ничего но он полосит и я подозреваю что наверное из-за того что он такой бледненький ну вот не знаю он какой то такой неоновый и как то он не очень удобно наносится даже в два слоя или в три слоя все равно получается как то полосочками я подумала что может питом тоже хочет чтобы я его выкинула ну и он хотя он у нас до ноября девятнадцатого года обычно какой то классик мини 6 миллилитров четвертого пятый лак это от Насти Лукьяновой ссылку на канал тоже оставлю это Кандинайл Найлс в общем вот тут кисточку даже видно уже Фаберлик 7471 номер кстати в этом я не помню сказала вам номер то или нет тут 7430 номер у этого покрытия короче все бы ничего но очень неудобно им пользоваться во первых очень малюсенькая кисточка может он все таки для детей сделан а не для взрослых не знаю как может для каких то супер профессионалов очень неудобная кисточка очень маленькая кисточка он жутко полосил хотя вот когда я на ромашку наносила Таня Китаева он вроде как нормально был вот сейчас я только поняла что у него где то он уже мало того что жутко полосил он еще оказывается и почти закончился у него где то одна треть осталась вот сейчас тут смотрю в общем Насте конечно спасибо за но такой маленький формат настолько неудобно во фраше помню такие маленькие по 3 мл были лаки но у них как кисточка была поудобнее и у меня походу дела последняя баночка тут закончилась последняя баночка что это у нас вообще а это гель для душа которую я еще покупала во фраше летом по моему прошлом гель для душа и ванна тиара и ланг и ланг насладитесь чувственным и волнующим ароматом тиара и ланг и ланг очень мне нравился у них такой был какой то гель для волос и тела и ланг тела тиара и ланг и ланг мне у них не очень нравился как то у меня первый раз когда делала у них заказ в 11 году в летом в июле у меня так в нос этот и ланг и ланг долбанул что я его как то больше не воспринимала вот вместе они очень хорошо воспринимаются и пена для ванн хорошая такая была ну конечно не такая по сравнению как и ванн допустим 10 на 5 тут на 4 с минусом на троечку на 3 с плюсом чем то еще таким пахнет вот на зимнее время года на холодный вообще очень классный гель для душа я его летом пыталась открыть ну в смысле пользовала как то потом в результате я его частично на пену для ванн использовала в общем вот такие у меня пустые баночки уходящей квартиры если василили до конца и чем то впечатлились то и хорошо не зря тратила время на болтологию в общем всем спасибо за просмотр и покеда вам до конца до конца до конца а rations там